Очень интересный закон, противоречивый и точно не соответствующий в нынешней редакции интересам Республики Молдова. Хочу напомнить, что этот закон был принят в первом чтении еще при правительстве Филиппа в 2017-2018 году. И после этого ни одно правительство, ни правительство Майя Санду не поднимало вопрос к этому закону. Но сейчас все настаивают, наши оппоненты, наши некоторые партнеры западные настаивают на принятие этого закона. Объясню почему. Потому что в этом законе четко прописано, что неправительственные организации могут оказывать услуги политическим партиям. Что это означает? И могут получать финансирование из-за рубежа. Что это означает? Открывает какое-то ОНДЖИО из ребятишек из Харварда. Дают на это НДЖИО пару миллионов долларов. Я знаю, что один мой коллега, Богдан Сэдэ, готовит детальный анализ по этим НДЖИО. Вы знаете, сотни миллионов долларов каждый год вкладывается в эти НДЖИО. Потом это НДЖИО вместе с партией Майя Санду или Настаса или любой партии начинает политическую деятельность. То есть, с одной стороны, у партии официально никаких доходов нет. Вот как есть у нас сейчас какие-то промолдовы, говорят, что они сидят в офисе, который им платят или предоставил какое-то НДЖИО. Тогда что это означает? Это означает внешнее вмешательство, политическое жизнь в Республике Молдова. Вот что в этом законе. Сейчас наши оппоненты говорят, что этот закон, если мы не примем, не получим финансирование от Европейского Союза, на таких условиях, так не нужно нам такое финансирование, на таких условиях. Помните, рассказывали про 87 миллионов, 7 или сколько там миллионов евро дадут Европейские Союзы и так далее. А потом оказалось, что эти деньги идут ни в правительство, ни в бюджет, ни для дорог, ни для пенсии, ни для зарплаты. Идут на общественные организации. Вот на такие вещи. Тогда мы превращаемся в банановую республику, в которой сидят пару десятков тысяч НПО, вот таких общественных организаций, и занимаются рулятой Республикой Молдова. Зачем тогда парламент, зачем тогда президент и так далее. Вот пару НДЖИО будут получать деньги из-за рубежа, я не буду здесь все рулить. Вот что хотят через этот закон. Поэтому в нынешней редакции этот закон не может быть рассмотрен.